Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост и я его ведущий Олег. Сегодня мы с вами будем изучать команду СТОЯТЬ. Прошу не путать ее с командой ВСТАТЬ. То есть команда СТОЯТЬ, когда собака из сидячего или лежащего положения должна будет встать. Команда ВСТАТЬ это когда собака идет и она должна будет остановиться. Мой кобель не знал эту команду. Мы сейчас только приступим к изучению этой команды. Поэтому все будет наглядно. Команда вам это пригодится для того, чтобы у ветеринарного врача собачка постояла. Где-то в каких-то ситуациях может быть на основном курсе дрессировки. Но, опять же, хочу повторить, что у меня не классический метод обучения. Поэтому, если вы хотите дрессировать собаку так, как положено, скажем так, то советую вам обратиться к классической школе. Ну, давайте приступим. Единственное, что хотел бы подчеркнуть, это, значит, команда СТОЯТЬ должна будет изучаться вами только после того, как собачка будет уже уметь сидеть, лежать. То есть ей для того, чтобы стоять, нужно, соответственно, принять какую-то предыдущую позу. То есть либо сидя, либо лежа. Вот. Чтобы собачка не зацикливалась, нужно периодически мешать эти команды. То есть из положения лежа вставать, потом из положения сидя вставать. Опять же, из лежа, сидя, сидя, лежа. То есть, ну, не постоянно вот одна и та же как бы. А чтобы у собаки не было ассоциаций, чтобы после того, как она сидела, значит, ей нужно встать. Нужно именно менять. То есть два раза сидя, один раз лежа, потом два раза лежа или три раза лежа, один раз встать. То есть вот таким образом. Потом, значит, я как и рекомендовал вам, собачку нужно сначала хорошенько выгулить. И первый раз обучение проводить в обстоятельствах, в такой атмосфере, чтобы ничего собачку не отвлекало. Ну, и соответственно, мотивировать ее. В зависимости от того, какой мотивации у вас собака. Либо зоовитальная это на подкормку, либо, значит, игровая мотивация это на игру. Ну, давайте приступим. Значит, как это все должно быть? Мы берем собачку под живот. Иди сюда. Берем собачку под живот. Но хочу обратить ваше внимание, с какой стороны мы берем собачку под живот. Иди сюда. Отсюда. Стоять. Стоять. Молодец. Стоять. Не даем собачке садиться. Держим ее. Стоять. И мотивируем ее игрой. Поощряем собачку игрой. Но вот собачка, значит, когда у нас привстает, обращаю ваше внимание, что нужно погладить ее именно не сверху. Потому что она может присесть в этот момент. А именно по животу, то есть по брюшку постукать ее. Ко мне. Поехали. Кто не видит? Стоять. 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 Молодец. Хороший. Стоять. Стоять. Стоять! Молодец! Стоять! 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 Молодец! Стоять! 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 Вот я по брюшку сейчас его по клапану. Если я начну сверху гладить, он может присесть. Стоять! 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 И мотивируй опять его. Это первый этаж. Молодец! Впереди тут, как бы! Не види. Всяк! Стоять! 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 Стоять Ай молодец Если вы возьмете отсюда собачку Собачка может у вас вырваться Вот таким образом вы ее обнимаете И она никуда не денется Стоять Стоять Ай молодец Браво Стоять 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 И мотивируем Еще хочу такой немаловажный момент сказать Что когда ваша собачка знает о том Что с ней будут заниматься То есть одели вы на нее уже Какой-то специальный предмет амуниции То есть ошейник Именно в котором вы будете заниматься С собачкой То есть она уже будет достаточно знать Что сейчас с ней будут работать Поэтому не игнорируйте эти методы Используйте их Главное поощряйте Еще раз пробуем Стоять 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 Молодец Хорошо И мотивируем Ну вот примерно такой первый этап у нас То есть сейчас мы из команды сидя встаем Завтра мы из команды лежа это будем делать Всем удачи Заслужите доверия Заслужите уважения С вами был канал Я и мой хвост И я его ведущий Олег Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok